Девушки отдыхают Здравствуйте, добрый день Я приехал в Подмосковье в один из коттеджных поселков эконом-класса на диагностику Здесь жильцы этого дома, они в этом сезоне приобрели этот участок вместе с домом Они хотят знать, почему в этом доме так холодно В этом поселке типовая застройка, дома одинаковые Дома стоят на свайном фундаменте, мы видели и 120 мм составляет брус И такая древесина в разнобой Типовой дом, который здесь строят, вот как раз он без обшивки, сайдингом Вот видно его внутреннюю составляющую, с какой древесиной делается Пиломатериал явно не первого сорта И причем вот видно в разнобой Есть брус 150 на 150, есть там и 120 на 150 Но явно она не калиброванная, нестандартная древесина Вся в плесени, сырая доска Кровельный материал используется, андулин, самого низкого ценового спектра Обшито все это дело сайдингом Оценить состояние и качество утепления сложно, потому что все внутри зашито, забито, уже отделано Поэтому мы, собственно, нас сюда и пригласили В домах на продажу, как правило, дьявол кроется в деталях Именно в скрытых работах, которые вы не можете сразу оценить и проверить Давайте пойдем и посмотрим внимательно, что в доме происходит Здравствуйте Здравствуйте, Алексей Я так не понял, поздравить с покупкой или наоборот? Наверное, поздравить и, наверное, надо посмотреть, что здесь Покупала дом как зимний Очень хотелось приезжать сюда зимой, Новый год здесь отмечать С наступления холодов понимаем, что дом холодный, он выхолаживается Ян, если не секрет, нашим зрителям скажите, сколько вы заплатили за этот дом? Ну, около трех миллионов Цена оказалась очень соблазнительной, потому что участок 10 соток Дом порядка больше, чем 100 квадратных метров Здесь коммуникации, здесь камин, у нас вода, туалет, это очень важно А вот тепло в доме, батарея я вижу, это что, чем это будет? Да, здесь батарея идут Электрокотел Да, электрокотел Электрокотел И камин В принципе, тут и заявлен поселок, эконом-класс В доме холодно, то есть, когда мы приезжаем и топим камин, тепло Если камин не топится, то дом очень быстро выхолаживается У меня собака бегает по полу, если здесь тепло, я беру ее на руку, она холодная Холодный пол, Яна, это побочный эффект свайного фундамента Когда под домом гуляет холодный воздух, теплых полов ждать не следует Хорошо, Ян, я сейчас проведу обследование Это было тоже установлено, входило в комплект дома Стиральная машина, кухонная плита Когда женщина это видит, естественно, работающий туалет, воду Эти все вещи подкупают женщин Все обшито стены виниловой вагонкой, дешевенькой Конечно, так никто не делает, даже в ванне Все вдоль этих щелей будет попадать, все стекать мимо ванны Хочешь верить, хочешь нет, два градуса тепла Девять При подъеме на лестницу, на второй этаж, утеплителя вообще нет в полу Просто не положили Черная зияющая дыра ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы все-таки разобрали часть стены Потому что хотим посмотреть, как устроена каминная труба, ее сопряжение Потому что там немножко вода подкапывает, видели? Вот видите следы? И нам удалось посмотреть, как сделана мансардная кровля Пароизоляция все-таки делает свое дело Она какая-никакая, но здесь натянута Утеплено все вот этим утеплителем желтым Который идет на, грубо говоря, на перегородке На кровлю использовать нельзя На кровлю надо использовать и такой В брикетах базальтовый Вот И там утеплено всего лишь 10 сантиметров такого утеплителя По 5 сантиметров два слоя А норма в нашей климатической зоне? 250 вообще-то, ну 200 минимум миллиметров Это не зимний дом Контробрешетки нет Соответственно, обычная обрешетка Сверху на нее какая-то пленка в виде гидроизоляции И андулин То есть, ну, нарушение стандартное Конденсата сейчас я не вижу Его не будет, потому что дом, он свищет со всех щелей сюда Проникает холод Мокрый снег Это не должен сюда попадать Его там как-то зачеканили, эту трубу Надо все это переделывать Подведем итог Это отличный дом, в принципе, для летнего сезона Проживания Но для зимнего проживания, как заявлено, этот дом не годится Я не буду называть застройщика, который здесь строит этот поселок Потому что, понятно, у каждого есть свой бизнес И дай бог здоровья заниматься этим бизнесом Но своих подписчиков я обязан предупредить При выборе дома, на что нужно обращать внимание Особенно домов на продажу Как правило, все скрытые работы желают лучшего Все, что нельзя сразу оценить, посмотреть, пощупать Должно заставить вас задуматься А еще лучше, при покупке дома Наймите специалистов до того Это может вам, как минимум, хотя бы снизить цену По моим подсчетам, самым скромным До полутора миллионов Еще уйдет В утепление фасада, полов И переделки крыш На этом все, дорогие друзья Смотрите компанию Крофмонтаж Мы бережем ваши деньги До новых встреч Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»